Приветствую вас! Совершенно очевидно, что имеет место быть определенные негативные установки, которые мешают по сути тому, чтобы вы жили так, как вам нужно. И поскольку вы перечисляете довольно много негативных моментов, которые с вами сейчас происходят, то я хотел бы вас спросить о следующем, о двух моментах важных. Первый момент – это когда начались ваши неудачи. То есть, когда вы стали чувствовать, что негатив, начал доминировать над позитивом, и когда вы почувствовали, что вот у вас действительно все идет по не подальше, по сути дела. Это первое. И второе. А что позитивного есть в вашей жизни? Вот вы говорите, она воспитывает сына, но воспитывает сына. Да, это тяжело, но вы это делаете. Вы его воспитываете. У вас есть сын. У вас есть ребенок. Какие у вас отношения с ребенком? Ну, для начала это неплохо бы разобрать. Как вы думаете, как на него влияет то, что вы вот так вот себя профессионируете? Как вы думаете, как на него влияет то, как вы себя видите? Как вы думаете, как на него влияет то, что вы вот так вот себя ведете? Ну, вообще. Я полагаю, что на эту тему вам нужно обязательно подумать. Далее. Ага, значит. Причины развода с мужем. Их, однозначно, нужно разобрать. И если именно с разводом начались ваши проблемы, то, собственно, его нужно в первую очередь рассматривать. Именно в проблему ваших отношений с мужем. Почему развелись? Вы говорите, что он не кладет алименты. Опять же, почему? Что мешает вам взыскать с него эти алименты? Казалось бы. Вот что мешает взыскать? Вы говорите, но мои отношения не складываются. Здесь тоже нужно анализировать вашу женскую модель поведения. Именно женская модель поведения нуждается в том, чтобы вы ее анализировали. Потому что если отношения не складываются с мужчинами у вас, значит вы как-то неправильно себя ведете. Значит, вы как-то неверно себя с ними позиционируете. Ну, я надеюсь, вы отдаете себе вот маншет. Надеюсь, вы понимаете данный момент. Вот. Далее, вы видите, что на работе и в бизнесе в провал. Ну, опять же, здесь тоже есть свой пласт проблем. Но, как мне кажется, что вы не в том месте ищите проблему. То есть, что вы описываете, да, это следствие одной проблемы, одной проблематики. И у этого всего есть корень. А корни этого вы не видите, к сожалению, сейчас. Вот, я открыл у вас еще один вопрос по той же психологии, где вы пишете. «Общаясь с молодым человеком, от первого брака имею сына, между собой хорошо ладит сын с моим другом». Но, когда избранник срывается, очень сильно ревнует, уходит в запои. Но иногда избранник срывается, очень сильно ревнует и уходит в запои. Что делать и как быть? Строить в нем отношения и закодировать его от алкоголя или расстаться, пока все не зашло очень далеко. Вы писали этот вопрос, значит, 16 марта. А этот вопрос вы написали вчера в 11. Времени прошло не так много. И я полагаю, что по какой-то причине, вы выбрали себе такого мужчину, который продает алкогольную нависимость. И мужчина этот, он как бы зеркалит вас. Зеркалит ваше отношение к себе. Вот. И, собственно говоря, нужно понять, как вы относитесь к себе. Любите ли вы себя. Нужно понять, как вы отцениваете себя. Чей цените ли вы себя вообще. Понимаете? Это вот очень важный аспект. И я надеюсь, что вы постараетесь с этим тоже разобраться. Ну, хотя бы самостоятельно, да? Хотя бы для себя. Вот. И отвечая на ваш вопрос, что делать, как мне быть, строить с ним отношения и закодировать его, и расстаться. Вот почему вы в этом вопросе ответственность за него, за данный вопрос перевешиваете как бы на нас. Вот. Очень интересный этот вопрос. А сами-то вы как хотите. Мужчина, он почему очень сильно ревнует? Вот. Проблема-то в чем. Не в запоях. Не в алкоголе. А в ревности. Почему? Ревнует человек? С этим и нужно разбираться. И вот уже исходя из того, почему он ревнует. Вот уже исходя из того, что заставляет его ревновать. Вот исходя из этого, и мой новый будет решать тогда, имеет ли смысл строить с ним отношения или нет. Потому что если это ревнивец, то он вам жизни не даст. Если это ревнивец, то он не успокоится, пока вас просто не унизит, не диплитус. И так далее. И вот уже в зависимости от его отношения к этому, и от того, как он относится к запоям и к вам, и готовлюсь что-то для вас сделать. И нужно этот вопрос решать. Вот. Вообще, надо сказать, что вы довольно мало информации даете о себе, а каждый ваш элемент проблем нуждается в достаточно детальной проработке. Поэтому я думаю, что, ну, оптимальным вариантом будет выбрать психолога и начать с ним работать по данному направлению. А то у вас уже и мысли, что-то с тобой сделать, убежать от жизни, я имею ввиду. Ну, естественно, что ничего хорошего вам это не даст абсолютно. Вот. То есть, если вы хотите, чтобы мы вам именно подсказали, что делать, если вы хотите, чтобы мы вам подсказали, как себя вести, для этого нужно больше информации о вас, для этого нужно, чтобы вы больше рассказали о себе. А вот пока ситуация обстоит так, я полагаю, что можно лишь ограничиться общими какими-то ответами, как правило, связанными только с тем, что вот на поверхности, а именно глубинные аспекты, то, что именно ваше, это остается недоступным. Ну, и вопрос в том, хотите ли вы сами, чтобы это стало доступным для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok